Маленькие ножки первоклашек, серьезные шаги 11-классников. Ступени школы помнят каждого ученика. Кто-то радостно бежал домой с пятерками, кто-то нехотя шел на контрольную. Этот груз истории мраморным плитом нелегко выдержать. За 13 лет эксплуатации и огромного потока детей в школу, это более около 2000 человек, учитывая ученический и педагогический коллектив, конечно, парадный вход уже не соответствовал всем стандартам и требованиям, которые бы обеспечивали безопасность. Ступени начали разрушаться, пришли, не сказать негодность, несоответствие, что вызывало беспокойство. Сороковую школу поддержал Металлинвест и ОМК. Благодаря помощи шефов этим летом была обновлена входная группа учреждения, заменено покрытие ступеней. И это не единственный раз, когда вклад горно-металлургической компании оказывается нужным и своевременным. За 13 лет сотрудничества с компанией Металлинвест было реализовано успешно много разных проектов, внесен существенный вклад в развитие и укрепление материально-технической и образовательной базы нашего учреждения. Оборудован современный тренажерный зал, приобретено новое компьютерное оборудование, оборудование для школьной столовой, постоянно пополняется база спортивного инвентаря. А в мае этого года, благодаря Металлинвесту, обновился учебный автопарк школы. В 2016 году у нас возникла проблема, так как один автомобиль, выработав свой ресурс, подлежал списанию. И эту проблему нам помогли решить депутаты Велгородской областной думы Андрей Алексеевич Угаров, Николай Александрович Шляхов и депутат Совета депутатов Староскольского городского округа Евгений Николаевич Носов. Мы теперь не будем сокращать количество старшеклассников, которые могут пройти обучение и получить права по достижению 18 лет. Мы очень рады, что у нас появилась такая возможность получить навыки вождения в стенах родной школы, так как это значительно экономит наше время. Большое спасибо руководству, управляющей компанией Металлинвеста и МК, лично Андрею Алексеевичу Угарову, Николаю Александровичу Шляхову, Евгению Николаевичу Носову, за возможность по достижению нами в 18 лет получить права и самостоятельно сесть за руль автомобиля. Новенькая «Лада Приора» послушно ведет себя под управлением 11-классника Максима Водопьянова. Под руководством инструктора он чувствует себя уверенно не только на дорожках школьного двора, но и на городских улицах. Мне, конечно, очень нравится в школе заниматься автоделом. Это и в будущем даст мне навык вождения, я смогу беспрепятственно попасть в рэп и получить уже права. Теперь, когда все шесть автомобилей в строю, 189 старшеклассников имеют возможность пройти обучение автоделу, не выходя из стен родной школы, что во взрослой жизни им существенно сэкономит и время, и деньги. А то, что в сороковой вождению, как и другим школьным дисциплинам, учат на совесть, не сомневайтесь. Спасибо.